Мы беседуем с епископом Альбертом Раткиным, который возглавляет общину протестантов, пятидесятников в Калуге. Об этой общине наш портал неоднократно сообщал в контексте гонений, судебных процессов, которые связаны с изъятием молитвенного здания у этой общины. Сам епископ рассказывал в видеороликах о развитии этого процесса. Но как-то общую нить, логику этого процесса мы так и не уловили до конца. Давайте начнем, может быть, с конца. Вот такая, пусть у нас будет ретроспектива этого процесса. На какой стадии вы находитесь сейчас? Продолжается ли судебный процесс? Имеете ли вы доступ в свое молитвенное здание? И какие у вас ближайшие действия в рамках этого процесса намечены? Хорошо. За прошедший год, 20-й год, ковидный год, у нас было 28 судебных процессов. Сейчас у нас в работе 10 дел. Простите, процессов или заседаний? Заседаний суда, да. В рамках одного процесса? Нет, нет, в разных процессах. А сколько процессов всего? Сейчас 10 процессов идет в церкви по разным делам. Основной процесс по поводу нашего здания, который был уже и ведется уже в 2015 году, в 2012 году подавали до этого первый раз, о признании правособственности, так называется сегодня. Мы прошли все стадии, там была нашумевшая экспертиза, которую проводила одна калужская частная фирма. Но глава этой фирмы, она в общем известном, она глава, как она, российское, православное, палестинское общество, по-моему. Императорское. Она глава вот этого общества. То есть там карт-бланш, и нам кажется, что губернатор после нашего дела наградил ее медалью перед заслугой перед Калужской областью. Ну не знаю, мы так высоко ценим себя и ее недооцениваем, не знаю. Но было 6 или 7 экспертиз по нашему зданию, все признано. Даже была экспертиза, судебная экспертиза, которая была поручена экспертам из Минюста Российской Федерации. Это высший суд. Что именно признано, что здание вам принадлежит? Нет, нет, нет. Там шло, что здание соответствует всем нормам строительным и всем иным, и не создает угроз жизни безопасности, как вот все эти судебные процессы идут по этому. И провели ее экспертизу, эксперты не скрывали. У нас видео есть, когда сидит эксперт и заявляет, типа вас все равно снесут, судья пишет то, что ей говорят, на камеру, не стесняясь ничего. Судебный пристав сидит. Я говорю, вы в своем уме при судебном приставе вы заявляете, что судья пишет то, что ей говорят, не стесняясь никого, ничего. То есть один приплотненный какой-то был, входит в храм, храм у нас специально, кафедральный собор, храм Христа Спасителя. По порядку. Вот так, я боюсь, зрители не очень разберутся в логике. В общем, это дело в разных судах. Все они связаны со статусом этого здания, вашего молитвы. В основном, да, по разным причинам. Судебные приставы пришли, сейчас дойдем до этого. Когда суд отказал нам во всех правах наших, мы пошли по всем инстанциям. То есть была принята вот эта одна экспертиза, которая сказала, что нарушаются все нормы, какие только возможно. Хотя эксперты много чего не делали. И до этого были экспертизы Минюстовские, это и частные ООО. И после этого суд принял решение отказать нам во все. Мы дошли до Верховного суда, все уже не рассматривали. Чем выше инстанция, тем меньше рассматривать. И год назад мы заново подали опять по этим же. Ну, мы чуть-чуть там достроили, как антресоли. Из-за этого метраж увеличился, там еще какие-то сделали. Все переделали, все, к чему были претензии у экспертов. Все сделали, все доделали правильно, все. И подали еще. Сейчас это уже дело шло целый год с прошлого года. И в январе вдруг меняют судью. Опять все по новому рассмотрению начинается. Даже по этому делу. Ну, если дело дошло уже до Верховного суда, и Верховный суд утвердил решение нежестоящих инстанций, которые были против вас, почему же вас до сих пор не изгнали из этого здания? Параллельно нашему иску, городское право, признание права собственности, в 2015 году против нас прокуратура города подала свой иск. И иск тогда гласил о приведении, это был, как все говорят юристы, иск о сносе, полном сносе. Но замысловатые там формулировки были о приведении в соответствии с их паспортом 2000 года, когда мы купили это здание. Ну, то есть оно было недостроено, 83% построено, там сетей не было, коммуникаций, вот мы все провели. То есть, и когда в суде мы даже спрашивали, что мы должны сделать, там окна разбить, там двери вынести, еще что, ну, как бы прокуратура это не интересовала. В итоге состоялось судебное заседание, два года мы судились, то есть они с нами, прокуратура. В 2015 году взяли тайм-аут, пока шло заседание по основному, как бы вопрос права, как объяснили, он первичен, чем вопрос всего остального. Вот, и потом заседания были уже в Калужском районном суде, и в областном суде. Областной суд, районный суд признал, что как бы все снести и запретить эксплуатацию до приведения в соответствие с техпаспортом 2000 года. Вот, а суд областной, на мой взгляд, принял свое собственное решение, что суд не имел права делать, просто запретить эксплуатацию. Причем вот одно из дел, вот из десяти, которые мы делаем, мы обратились за разъяснением в суд. До какого? До пришествия Христова, там еще до чего-то. До какого? Можем мы исправить? Не можем достроить там все, сделать там все эти огрехи, там как на усмотрение суда. Даже в этом нам отказано. Областной суд отказал, районный отказал. В разъяснениях мы обратились в третью инстанцию, сейчас в Саратове активная инстанция третья, вот перед Верховным судом, тоже отказал без всяких объяснений, без всего. То есть вот в такой ситуации. Пришли судебные приставы, опечатали здание, хотя решение суда было возложить обязанность на нас, на церковь. Что мы исполнили? Мы закрыли от эксплуатации, от всего, но приставы пришли, они сделали такое шоу, в Калуге писали об этом, все опечатали. Мы оспорили их действия, подали на них в суд. И как нам кажется, задними числами они все убрали, все исполнено. Церковь. Сначала даже хотели оштрафовать нас. Но вот на эти, они попытались устрашать, тоже мы выкладывали видео, когда мы решили ознакомиться с делом, судебных приставов пришли. И на следующую встречу, вот когда они позвали, мы приедем там проверить, все ли у вас там исполнено, опечатано. И судебный пристав затребовал семь человек с оружием. Вот прям бумага есть, мы ее поставили, что ожидал сопротивления вот от меня семь человек вооруженных. Я думаю, ну неужели я настолько опасен? Но с другой стороны, я подумал, ну придут, пристрелят и что? Ну то есть сейчас здание стоит закрыто на замке вами. Да, ну как мы доделывали, суд не запрещал нам доделывать. Понимаете, вот парадокс ситуации. Исправлять там, там по пожарным немножко требованиям были какие-то вещи. То есть вы его закрыли, но доделываете. Конечно, конечно, все сделали, на суде уже представили все документы, все осмотры, все остальное. Мы не эксплуатируем его для богослужения. Храм стоит, да, большой, у нас уже почти 1900 квадратных метров. Ну хорошо, если так неформально рассуждать, кому он мог помешать? Там что, какая-то привлекательная площадка, земельный участок ценный, есть какой-то бенефициар потенциальный? Знаете, когда мы купили это все, это было в чистом поле, на окраине города, и ничего там не было. В 2003-2004 году пришли застройщики, тогда называли, что это Икея, но это не Икея была, шведская английская фирма, мы потом только узнали, у шведов было 10% в этом, английская фирма London Property LP, как так называлась она. Ну, все можно найти, конечных, так сказать, выгодополучателей, бенефициаров, как называют. Они построили это все, губернатор обещал, что нас несут, фактически буквой П вокруг церкви построили вот это здание. И по всем законам, как говорят, строительство этих торговых комплексов, здесь должны быть стоянки, и, видать, поэтому они строили вокруг нас вот так, что им обещали, что у нас было вот известно заседание правительства Калужской области, мы увидели это видео, опубликовали его, и губернатор прямо говорит, любыми способами изъятия, любыми, незаконными, никакими. Вот. Мы тогда опубликовали, и я еще попросил ввести меня в эту комиссию, как епископа, по изъятию наших, нашего здания, земли нашей. Ну, потом много всего было еще. Город подавал на изъятие, для муниципальных нужд есть этот закон, два года судились с нами, они доказывали, что, оказывается, это еще по плану советским, знаете, есть планы развития городов, 20-летние, якобы генпланы, подписаны еще Гришином или Воротниковым, что ли, там они в суде доказывали, что эти земли, вот, как бы, они нужны. То есть, и мы тогда задали в суде вопрос, судей хохотали, а наш адвокат говорит, послушайте, так что советское правительство планировало там шведам и англичанам отдать землю? Ну, как бы, вопрос такой был, ну, и разрешился в нашу пользу, отказывались на город, но все это. Ну, а где вы сейчас собираетесь, как вы приспособились к этой ситуации? Поставили рядом палатку, назвали ее скиней, по-библейски, скиней веры, надежды. У вас есть еще земельный участок? Да, полгектара, собственностью, церковь. Его не отбирают у вас? Нет, вопрос нигде не стоял. Его пытались отбирать, но в судах уже было... в случае сноса этого здания земельный участок останется за вами? Да, но вопрос о сносе не стоял и не стоял и не стоит нигде еще. Потому что... Вот, земельный участок есть, мы купили палатку на 350 мест, поставили вот немножко. Это временное строение, не требует разрешения. Вот. Цирка, вот как цирк выглядит. Зимой можно ее эксплуатировать? Было холодно, но как-то мы не теряли духа, знаете, в самой морозы, но мы нагревали, наверное, до плюс пяти. А все это должно соответствовать санитарным, противопожарным нормам, там, другим нормам безопасности, если там большое количество людей собирается? Мы смотрим все нормы, но для временных строений вроде и нет никаких норм. Вот цирк приезжает к вам в город, где-то ставит шапито. Вот такая же палатка. Вот. Ну, мы стараемся все соблюдать. Вы же понимаете, что 20 лет в судах, вот, у меня уже у самого, наверное, немножко где-то искривленное сознание. Я вхожу в любое помещение и первое, на что смотрю, противопожарные нормы и требования по всем законам. Уже знаешь, что к религиозным относятся, какие НПП, там, или сейчас СПшки относятся, какие к общественным зданиям, к чему. Ну, вы думаете, вот этот статус-кво, который сейчас утвердился с временной палаткой, он надолго может затянуться? А вот судебный процесс сейчас смотрим, сейчас уже на стадии рассмотрения назначения еще какой-то экспертизы. Судебный процесс сейчас у разъяснения? Нет, 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 разъяснения отдельно идет, опять вновь по всему зданию, по всему храму. А закон вроде запрещает на одних и тех же основаниях принимать второй раз иск? Там знаете, как было у нас? Судья не захотела, вот когда вот эта экспертиза делалась вот этой главой православного полиции, императорского полицинского общества, вот она вела это все, вот судья почему-то не дала им техпаспорта 16-го года, последних техпаспорта. Вот, она дала, вот для нас, для меня как здравого человека, это нонсенс какой-то, дала погашенные техпаспорта 14-го года. Знаете, БТИ ставит погашено, и судья намеренно не дала, мы ставили этот вопрос, почему вы не дали действующих, я говорю, я же в суд хожу, паспорт показываю на входе современный, не советский, у меня хранится еще где-то там, с вырезом, что он не действительно там, не другие паспорта, которые я менял там, я иду со свежим паспортом, почему здесь? Ответа не находим. Почему прокуратура требовала вернуться к 2000-му году, там, грубо говоря, к техпаспорту? Как вот это понимать? Так в чем разница оснований иска нынешних от оснований, которые были раньше, в прежнем процессе? Там, как юрист говорит, увеличен объем, еще что-то, еще что-то. Чисто номинальные, да, какие-то? Ну, не то, что, плюс исправлены все претензии, которые были по... Очень много, что суд не рассматривал тогда. Мы давали документы, они не изделили, но суд даже не дал никакой правовой оценки этим документам. Ничего. Как и многому из того, вот знаете, когда эту экспертизу сделали, вот, ну, против нас, скажем так, прямо против церкви, я обратился тоже к специалистам Минюсте, они говорят, ребят, вас так заказали, обращайтесь к патриарху, муфтеем, ко всем остальным. То есть, если нашу экспертизу, Министерство юстиции Российской Федерации города Москвы не принял ваш какой-то Калужский суд, ну, грубо говоря, то ищите. Мы нашли рецензии, написали. И мне сказали, ищите человека, понимающего в теме, не меньше кандидата наук. Мы нашли доктора технических наук, преподавателя одного из вузов в северной столице нашей, по теме, как раз, экспертиза в строительстве, у которого своя частная фирма уже почти 15 или 20 лет занимается как раз экспертизой. То есть, доктор наук, преподаватель на кафедре экспертизы в строительстве, еще где-то, написал рецензию, в пух и прах разбил со всех сторон. По каждому пункту дал, все. Суд отмел это все, как недоказательство. А исторически это ваше здание чем было? Что там до вас размещалось? Там до нас пытались построить областное ОВД физкультурно-разоветельный комплекс, ФОК. Это был долгострой, да? Да, областное ОВД строило для себя. И вот, когда кризис пришел, они его выставляли в 97-м году, первый раз, на аукцион. Аукцион Халужской области, фонд имущества проводил, его никто не купил. И второй раз выставили, вот мы приобрели, церковь приобрела. Причем план застройки был, вот даже советский, он огромный был. Шесть объектов культуры, дом культуры на 600 мест, тир огромный, стадион, рядом такой же ФОК, бассейн должен был стоять. То есть, город рос в ту сторону, в северную часть, там, и, как бы, объекты культуры, они должны были быть там. Вот. Ну, а что представляет собой ваша церковь, много ли людей, как они реагируют на эти процессы? Вы знаете, часто задают вопрос, вы привыкли? Никому не хочется такую привычку, как бы, и пожелать, чтобы имели. Но, молимся, постимся, объявляем, каждый раз у нас где-то по два, по три судебных процесса. Много у вас людей в церкви? До 300 человек. Порядка 70 детей, плюс молодежь, подростки. У них свои богослужения. Есть какое-то деление на членов, вот, в контексте изменений в закон, о которых мы говорили? Теперь не знаю. Скажешь, что они будут еще и привлекут за это. Но, всегда мы, конечно, учили, что люди должны быть посвящены своей общине, своей церкви. Должны быть членами тела Христова. Конечно же. Это, это, это учение наше. Ну, вот, сейчас же нам законодательство дали 180 дней, получается, после вступления закона в силу, вот, об этих вещах, изменить все, внести все изменения в уставы свои. Так юристы вот сейчас говорят наши. Вот, и мы не знаем, а как теперь. Теперь за это привлечь же могут. Вот скажут члены, члены тела Христова. Теперь могут не перерегистрировать устав. Вот, с нашими общинами так обычно происходит. Новация в законодательство, мы подаем обновленный устав, а его не перерегистрируют. Потому что, ну, там, допустим, минута окончания заседания указана неправильно, с точки зрения министерства. А потом еще что-то. Ну, и так вот, можно мягко лишить регистрации. А за регистрацию собственности все остальное? Просто вот мы через такое обычно проходим. Вот. А с епархией московского патриархата вы как-то пересекались на каких-то ваших путях калужских? Пересекались в 90-х. У нас несколько девочек наших, сестриц наших из церкви вышли замуж за православных священников. Несколько причем. И при этом остались протестантками? Нет, нет, нет. Ушли. Вот. Я никогда не был против. Наша церковь. Люди знают, что они ходят, смотрят. Кто? То есть, никогда никому не запрещали. Все равно вера — это поиск. Поиск себя, своего места, в теле, своего дара, таланта. Чем ты можешь послужить и где ты можешь послужить. Церкви все разные. Как мы уверен, думаем. Со своим призванием, со своей такой миссией в этом мире. И каждая община, она как-то вот подо что-то. Вот. Пересечений прямых не было с нашим митрополитом. Он сначала был епископом, архиепископом. Прямых не было. Сколько мы не обращались. Даже когда нас выгнали, вот так, да, я написал письмо митрополиту тоже, по-братски попросил, ну, приютите нашу общину где-то в своих. Храмов много. Ну, ни ответа, ни привета ни разу не получили ни на одно свое письмо. Хотя вот поздравляем православных московских патриархатов. А какой-нибудь межконфессиональный орган есть в Калужской области? В Калужской области нет. Вот парадокс. Во многих областях при губернаторе есть советы. По религии, по всему. У нас нет. У нас есть только по национальности. По религиозному нет. А вы сами когда-нибудь в молодости, в отрочестве, я не знаю, имели православный опыт? Стоял перед вами вопрос о выборе конфессии внутри христианства. Да, конечно. Вы были, вы даже практиковали, может быть, православную веру? Ой, чтобы так прямо практиковать, не практиковал. А вообще в детстве меня мама покрестила дважды. тайно, она была членом партии и в районном центре в Сухиничах, это районный центр, где у меня там деревня, бабушка, все. Покрестили меня, это был 70, наверное, 70 или 71 год. Покрестил сначала батюшка под Альбертом, потом спохватился, свяцся, прочитал, таких русских святых нету. И второй раз через месяц меня перекрещивали, уже мама рассказывала, под именем Евгений. Вот. Реальные мои пути к вере, я не знаю, почему, наверное, Господь меня влёк всегда. Я в школе учился и был как бы таким, ну, хулиганчиком, мальчиком таким, на улице рос больше. Хотя учился хорошо и всегда всё у меня... Я помню, вот последний класс, наверное, четыре года, с седьмого класса, я ходил в библиотеку, я прочитал все атеистические книги. Все. Меня тянуло. И даже библиотекарша, как-то мама пришла в библиотеку, она ей на ушко говорит, а у вас что, сын священники хочет? Она говорит, почему? Он все книги по религии перечитал. Я читал про сектантов, про тех, про этих. И у меня был негативный опыт. Так как Калуга рядом с Оптиной пустыней, у меня очень много ребят, старших, старшеклассников, я дружил всегда со старшими, мы ехали в Оптину, кто-то стал священником, кто-то монахом. Один был парень, Иван, он очень много строил и по камню, и по дереву, очень много. И они его обманули потом, как он говорит, не заплатили. Последний раз там он что-то резьбу по камню делал, там что-то, такие какие-то вещи. В общем, много лет там провел, говорит, и батюшка подарил ему крестик, сказал, с Иерусалима, с серебряной, говорит, а он у меня влупился. И вот все ребята, которые ушли тогда туда, они разочаровались, ушли и из священства, и из монастыря. У меня был свой негативный опыт, мы начали заниматься каким-то бизнесом, и привезли, помню, вино, договорились, вот в эти годы, как раз начало 90-х, возрождение монастыря, и с нами очень как-то не захотел даже общаться, мы два часа проходили за, кто-то у них экономикой занимается, вот за этим, я не знаю, как он назывался. Отец эконом. Эконом, да, отец эконом, он ходил со всеми, разговаривал, встречу нам назначил, и мы ходили за ним, я думаю, он нас смирял, что ли, я не понял, что он делал с нами, но мы с другом плюнули и больше решили не связываться ни с чем, и такого опыта в православии у меня не было никакого, и в 91-м году, я уверовал, меня пригласили в Москву на конференцию христианской молодежи, сказали, что все будет оплачено, гостиница Измайлова, и я думал, почему от своих трудов неправильно не поехать, не отдохнуть. Это были именно пятидесятники? Это была международная организация молодежь, международная молодежь. Церковь Роса организовывала тогда Павел Савельев, и вот первый раз я приехал туда, и в первый же вечер то, что мы называем покаялся. Был призыв, проповедь была простая, до сих пор помню, его 30 лет, сейчас будет в апреле, 3 апреля 91-го года, я покаялся, я так всегда говорю. И вы там заново крестились, или было принято ваше православное крещение? В этот же день я был крещён Духом Святым, с говорением моими языками. Я ничего не знал, я приехал, вот такой парень в кожаной куртке, как нормальные пацаны в спортивных штанах, с красным лампасом, коротко стриженый, ну всё как нормальные пацаны. Всё, в этот же вечер я покаялся. Четыре почвы, четыре сердца, у кого какое. Почему-то такая простая проповедь была, подними руку. Я понял, моё это самое плохое сердце, самое тяжёлое. Я вышел, покаялся. Утром в 7 утра крещён третий раз, но уже по вере. Вот вы спрашивали меня об альтернативных православных, епископа Игнатия Душейна упоминали. Ведь Московская патриархия, пожалуй, только компрометирует это название православия. И негативные ассоциации, которые у многих людей с этим связаны, вызваны не столько самой верой, сколько вот этим вот уродливым государственно-религиозным каким-то альянсом, который возник при советской власти, а сейчас приобрёл ещё более уродливые формы. Вам известно о том, что есть православие и вне Московского патриархата. Да, знаком с многим. Да, вот как вы с ними взаимодействуете, с тем же епископом Игнатием, который там сосед у вас по Калужской области, вы знакомы? Какие впечатления? По фейсбуку. С ним и с некоторыми ещё. Только по фейсбуку недавно познакомились. Вот в Карелии был в гостях в Карельской литеранской церкви. И у нас был, у них был литеранско-православный диалог, был как раз архиепископ Григорий Михнов-Майтенко. Мы с ним познакомились, пообщались, и он рассказал немножко о своём пути. Он же был священником Московской патриархии. Потом познакомились сейчас с отцом Георгием Эдельштейном. Я был у него, позвонил. Он говорит, приезжайте. Вот я в Москве как раз был. Мы тут же сели в машину с нашим продюсером канала Дмитрием. Сели в машину в 4 утра мы были в Костроме. И там переночевали немножко, буквально пару часов и к нему 88 лет. Удивительный человек. 4 часа у него побои. Мы пока дали маленький кусочек интервью. Интереснейший человек и потрясающий. И в православии есть очень много священников. И он такой, знаете, наверное, вы его знаете, да? Ну, конечно, хорошо знаю. Очень интересный. Он озвучил немало лет уже. Когда он еще был сравнительно молодым, я его знал. Попросил меня звучить письмо Алексею Навальному. Я это сделал в эфире и попросил передать ему книгу. До сих пор мы не можем выйти и передать книгу еще. Наверное, мы съездим. Все-таки говорят, где-то офис есть у него. Я должен спать его подписью. Он так выводил просто свою фамилию, подписал книгу. Ну, хорошо. Благодарю вас за такой интересный рассказ. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. 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 .